Ну что ж, и мы возвращаемся на Марс Дота Лигу! Второй раунд лузеров, и это второй матч на сегодня. Вега против Старк. Вега позавчера у нас выбыли в венрах, проиграв, по-моему, стаку скрина, если я не ошибаюсь. Или они играли с... Так, Вега играли... Да, с элемент про... Про гейминг, и проиграли 2-0. Ну а Старки вчера играли с Alternate, это был тот самый матч, где капитан команды с озвученным никнеймом Эльсука не смог затащить. Но сегодня у нас будет интересная игра, и боже мой, наконец-то! Наконец-то мы видим этого парня. Да, по-прежнему с вами Инесса Мейлшторм. Ну, Ярик, вот он! Вот он он! Здоровенный Террор Блейд! Здоровенный Террор Блейд! Ну, пикает сразу комбо Оракл Террор Блейд, но, не знаю, может быть, просто захотели Оракла. Вообще, мне кажется, что Дазл Террор Блейд все равно лучшая комбинация. А не сочетается вот это вот его супер Феллс Промайс с Сандером? Я просто пытаюсь понять. Как раз-таки, ну, по идее, да, по идее, видишь, именно что по идее. С Дазлом-то точно все работает, как бы, Грейв, герой бьет еще там 5 секунд, потом в конце работы Грейв, он меняется с кем угодно хп, может даже союзником, типа, поменяться с каким-нибудь. И все хорошо, а с Феллс Промайсом тут не очень понятно, ведь Сандер это же не хил, это же, ну, как бы, ну, вот, короче, не ясно. То есть, это, по идее, ты можешь им даже, наоборот, снизить хп. Ну, да. Можно спасти какого-то тиммейта. Ну, возможно, Вега потестили, возможно, нет, кто его знает. Сейчас увидим, как оно работает вместе. Ну, вообще, по идее, должно работать хорошо, да. Это, как ни крути, так. Скорее всего, должно работать, так или иначе. Ну что, и Вега, ну, сразу забанили они Опарейшн, так как, я думаю, с Оракулом не очень хорошо. Что уживается этот персонаж. Точнее, Оракул против него. Террорблейду тоже очень неприятно. Ну, и также Земелю. Висп, Андайенг в бане от Старков. У нас там, кстати, была стата по самым жестким. Так, сыграли они 10 матчей, победили 7. Это, как раз, по поводу Старков. И самые частые пики. Это Гира, Бейн, Андайенг, Эмбер и, видимо, ВВ это Винтер Виверна. Ну, вот, Андайенг у нас уже в бане. От самих же Старков, что самое интересное. Вега же, Бен, Дазл, Туз, Гир Эмбер. Ну, это все старый патч. Это старый патч. Здесь уже все пикается не так часто. Во всяком случае, пока. И пока не видно, вот, что действительно сильно. Но я думаю, вот Террорблейд должен задержаться. Но вот сейчас мы увидим, насколько он вообще хорош или нет. Но будем надеяться, что увидим. Это еще зависит от того, насколько хорошо Паша знает этого героя. И вообще Вега умеет там с ним играть. Потому что все-таки герой такой. Он не супер мобильный. Он не такой прыгучий. Он не имеет каких-то супер жестких нюков. Все, что он обладает, это очень суровый демедж с руки. И такой вот... Ну, на линии довольно хорош. И в каких-то догонялках за счет своего первого спела сейчас. Довольно полезная вот эта иллюзия. Ну, и самое главное, это, конечно, его ультимейт еще. Ну, такой добавочный спелл. Вот этот ультимейт, который может изменить ход драки. Но все-таки основное, вот именно самое стабильное, это его третий спелл, который дает форму. Дает ее всем иллюзиям. Кстати говоря, что раньше было по-другому. Ну, раньше, если ты накастовал милишных иллюзий, и скастовал форму, то ты неудачник. Сейчас все наоборот. Сейчас, если ты накастовал иллюзий и скастовал форму, то это все равно, что ты скастовал форму и накастовал иллюзий. Все равно они все будут в той же форме, что и ты. Сильные и суровые. Да, кстати, я так подумал. Террорблейду тоже, наверное, важно купить линзу. Да, линзу можно купить. Ну, представляешь, Сандер будет с какого ранжа? Ну, я думаю, что нет. Нет, ему очень нужны ХП и вообще статы. Да, но что ему неплохо смотрится, так это копье. По крайней мере, иллюзии, которые будут бить с ранжа 700 где-то. Это вам не шуточки, знаете ли. Так, и тем временем, Вайпер Найт Сталкер. Ну, такой живой щит, Бэтрайдер, Вайпер, поддержка в виде Оракула. Ну, демиджа с Террорблейдом у тебя уже хватает. Тебе нужно обеспечить ли ему прикрытие. Ну, вообще, кстати говоря, по поводу ТБ и его... Боже, мысль, мысль, вернись ко мне. Да, забей. Забью, да, наверное. Поддержка с воздуха, Терорблейд, смотри, в виде Бэтрайдера и Вайпера все летают. Нужно прикрытие для наземной операции воздушными силами и наоборот. Вот, но что хотят Старки делать в этой игре, пока не очень понятно. У них очень такой стандартный пик, но... Он хорош, мне прям вот он нравится. Но это такой пик на стандартное дефолтное исполнение. Умеют ли Старки стандартно дефолтно исполнять обычным пиком? Вот это вопрос хороший. Да, я думаю, что... Ну, тоже такая вот беготня будет с инвокером, мобильность. Это все как раз-таки их стихия. Скорее всего, Трикси сядет на этого сталкера. Вспомнил, что хотел сказать насчет Терорблейда. Но что такой герой очень... Ну, очень важно, чтобы в первой драке ему давали возможность бить, и его самого не били. Потому что, конечно, очень уязвимый в паблике, если много... Есть те, кто только начинал на нем играть в последнее время. Ну, вот ты реально фармишь-фармишь, у тебя вроде все неплохо, но у тебя все равно очень мало ХП. И в какой-то момент, если ты вышел чуть раньше, чем нужно, тебя могут просто с твоими артефактами стереть в секунду. Ты не успеешь сделать ничего. Очень хлипкий. То есть буквально там на 10-м левеле с какой-то монтой у него все равно всего лишь... Ну, меньше 1000 ХП может быть даже. Ну, на 10-м левеле у него монты не будет? Ну да. Наверное. Ну, в общем, именно в этом суть. То, что очень тонкий. Прямо вот совсем. Ой, шейкеры добавляют. И еще один линус Террор Блейда. Такая проблема его, что ему не очень хорошо идет БКБ, потому что никак оно не работает с иллюзиями. И предпочитает не брать БКБ. Ну и, соответственно, если против тебя много нюков, ты так или иначе страдаешь. Потому что начинаются все эти прокасты, а у тебя БКБ нету. А БКБ брать не хочется. Ну, здесь есть щит. Да, здесь есть щит из Вайпера и Бэтрайдера, который может инициировать. Поэтому Террор Блейду попроще будет позицию занимать, если не будет ошибаться. Ну, посмотрим, как будут разыгрывать. Есть Вич Доктор. Еще линия очень сильная у Веги на легкой. Аракова Вич Доктор Террор Блейд. Вот это вот. Могут они пушить рано вышку. И даже две вышки, на самом деле. Да, могут. Так, ну что ж, давайте мы переключимся на безрамковый режим. И пойдем по героям и игрокам. Так, начнем со Старков. Здесь все попроще. Буги Герокоптер. Валекс играет на Найт Сталкере. Трикси на Шейкере. Немфи на Инвокере. И Окси будет играть на Шадоу Шамане. А теперь Вега. Ну, и здесь у нас Паша должен играть на Террор Блейде. Соответственно, вместе с ним идет, скорее всего, это... Солян. Соло, да. Потому что на капитанском слоте Сема на Вич Докторе. Соло на Оракуле. Ноуан на Вайпере. И в Хардлине у нас Йолу Бэггинс. Это тот самый маг Чепенко на Витрайдере. Это он. Оракуль. Хорошее название для героя. Почти как Арагуль. Да, маг Чепенко я давно не бил на Бэтрайдере. Но это его сигнатурный персонаж. Магу не банят здесь спаун. И он, возможно, будет этим пользоваться. Так, и выход за руну. Но Шейкер, конечно, здесь невероятно опасен. Польза. Арбалейдер. Ну да. Если у тебя будут итемы, конечно, опасен. Так, инвокер. Ох, как у него. Летают шарики красные. А, это самые обычные дефолтные, но просто их уже так редко... Вообще Шейкер... Ой, этот инвокер без итемов. Как же он прекрасен был, пока его не изуродовали. Ммм... Ну... Да не, новые красивее. Да. Ну, вот этот инвокер из Наруто. С шаринганами. Ну, кому что здесь. Я еще не успел проникнуть. Должен теперь какой-нибудь герой из блича, чтобы он банкай юзал. Я вот банкай. И все. Так, ну что, инвокер против вайпера. Для вайпера линия, конечно, хорошая. И должен здесь NoOne чувствовать себя комфортно. Инвокер все-таки экзортовый. И будет нормально добивать крипов. Скорее всего, взял себе еще один Fairy Fire. Чтобы в какой-то момент, может быть, подсейвиться. Или просто на два дэмэджа побольше иметь. Terror Blade стоит против Шейкера. И пока что один. Ну, вот, кстати говоря, этот Terror Blade, он буквально с пятого с какого-то левела уже может один на один стоять. Я бы сказал, с ПТ. Вот купит себе ПТ. И уже стоится нормально ему. Потому что его иллюзия, если ее замаксить, больно бьет. Но она разминает очень знатно, да. Так что... Terror Blade сильный. Он против многих стоит неплохо. За счет того, что у него очень много армора. Хороший дэмэдж. Даже не в форме. В форме там вообще сумасшедший. Но как-то раз я попался вот так вот в паблике, стоял против медведя соло и рад не был. Против медведя, в общем, не стоит. Могу заявить авторитетно. Но медведей давно в доте не появляется. Даже несмотря на свой супер армор. Вообще, несмотря ни на что. Просто не хватает. Корни. Как бы клали на твой армор. А, ну да, корни магические. Ну, с пятого левела. Да, но здесь он стоит не один. Тут пошли у нас касочки. Ой, какое жесткое замерзление. Замерзление долгое. На две с половиной секунды. Максимально раскастовывает здесь соло. Могут убить? Могут? Не могут. Нет. Не смогли. Вот эту нычку когда добавили. Не в этом патче ее добавили, а в прошлом, позапрошлом каком-то. Она, конечно, стала спасать героев очень часто. Да. И тем временем маг. Маг у нас со вторым Firefly летает. Получает экспириенс. Уже почти четвертого левела. Гирокоптеру он, конечно, фармить не особо мешает. Но чуть-чуть мешает, судьба его крипстату. Гирокоптер здесь немного просел. Да, здесь бетрейдеру можно теперь между елок мансовать. Вообще, конечно, для радиентов шикарный вот этот вот лес для хардлайнеров. Тут и в нижней можно нычки помансовать. И в верхней мы уже вчера видели, какие штуки творит вообще там Слардар. Ну да. Со своим спринтом. Ну пока что-то слишком хорошо у мага. Такого быть не должно. Но в любом случае, что бетрейдер против триплы полноценной, которая здесь стоит с первого уровня, имел четвертый левел на третьей минуте. Что это за пред. Против первого, второго. И сейчас еще и возьмет баунти руну. Ну-ка, бери-ка. Давай. Надо брать, да. Боже мой, четвертый с копейками левел. Да, здесь XP вообще. Ну то есть даже герокоптер третий. Слишком жестко. Тем временем, шейкер у нас всего-навсего второй. Ну и самое неприятное, что этот бетрейдер, он сейчас начнет наглеть и мешать. Ему главное теперь только не отдаться. Тем временем, Нуан против Немфи. Вообще не церемонится с ним. Немфи полно хилов. Но как-то тяжеловато. Ему мана постепенно заканчивается. Ну, конечно, инвокер проигрывает один-в-один вайперу. Тут нужна помощь инвокеру. Пока помощи не жди, потому что там три героя пытаются как-то совладать с бетрейдером. Но он их побеждает, всех троих. Они тут ману тратят, чтобы скрипов хотя бы не дать магу. Но маг все равно получает экспу за них. Просто шикарная игра от него. И мог бы еще почти сейчас так сделать, на самом деле. Но про эту возможность, возможно, забыл. А может и нет, смотри, как раз полетел. Полетел, полетел. Еще никогда никто не стакал этот стак. Потому что он какой-то магический. Не, этот можно стакал. А что? Он забыл! Забыл стакать стак. Ну вот. На 59-й секунде нужно отводить стак, видимо. Так, Валикс подбирает хасту и тут же на вайпера, но второго уровня. Не, ничего ты не сделаешь, брат. Ничего ты не сделаешь. Наступает ночь. Что-то Найт Сталкер, он, видимо, отводил, а шаман гонял бетрейдера. Чтобы Найт Сталкер поднялся по ХП. Только в итоге Найт Сталкер даже третьего левела не взял. Ну да. И все, и Шейкеру тяжело. Потому что сейчас четвертый левел ТБ, и у него есть ПТ-шка. С ПТ-шкой он уже тебе бока будет мять знатно. Ну так а что здесь бегает этот Найт Сталкер второго уровня? Он тут никого не убьет, даже близко. На миде Немфи как-то не рассчитал вообще. Всю эту ситуацию, у него нету маны. Была бы мана на все скиллы, можно было бы, наверное, что-то там сделать. Но без маны не выйдет. Третьего, короче, в скин вайпера. Давайте помесим. Вич-доктор уже здесь. Дал вайперу танго. Ну и вайпер счастлив. Да, Шейкер, все, Шейкер уже не станет подходить. Ну вот она, стандартная раскачка этого террорблейда. Пока что вижу, что Паша знает, что делает. Но пока тяжело, полноценно сказать. Здесь самое интересное начнется чуть позже. Но вот несмотря на то, что раньше это был полный бред, с тех пор, как радиус этой штуки 900, можно качать. Конечно, когда она была супермаленьким радиусом, но замедляла жестко, замедляла она знатно, но ее было нереально кинуть на лайне. Ну да, сейчас она крутая. Она в драке очень крутая. И в лейте она очень жесткая, потому что она создает 100% иллюзию. Которую не убить, по-моему. Да, ее ничего себе не сделаешь. Типа уникальная иллюзия. Она вроде иллюзия. Ну типа призека какого-то, не знаю. Ну и когда создается такая штука какого-нибудь мощного агильщика в лейте, то естественно... С Радиком какого-нибудь героя. Ну да, да. Очень неприятная фигня происходит. Но это просто больно бьет эта иллюзия, потому что 100% дэмэдж. Он, представь себе, такая вот тиневская создается, и давай лупить тебя. У него там 300 белого дэмэджа. Так, очень опасная ситуация для... А, нет, Вичдоктор здесь сидит немножко в другом лесу. Но все равно могут напасть, поставить иллюзию. Да, здесь умер, тут шейкер. Его замедляют, его расстреливают. Ой, как больно. Тут еще и солны с ДД. Все с ДД. И отличный момент для того, чтобы подпушить тавер. Рейндж форма, иллюзий нету, но есть базилочка, которую прикупил себе как раз-таки Паша для того, чтобы крипы поданковали. Нужно быстро разбираться, и под следующую пачку, пока действует форма... Ну господи, 140 дэмэджа. За что? За что? Откуда? Да, очень много, это даже еще не последняя форма. Ну вот, приходит шейкер, типа отвести, отводит одного крипа. Но вышка пострадала нормально. Учитывая, что это террор-блейд, жадный кэрри, который пытается уйти в лейт, он просто взял и снял полвышки. Ну да, это еще он иллюзии не качал, и может быть имеет смысл на единичку брать иллюзии, просто для подобных пушей. Так, а здесь сталкер пришел. Пару иллюзий сделать. Но не отходят, просто понимают, насколько террор-блейд уязвим сейчас. Что они видят сталкера, они даже не то, чтобы понимают, насколько он уязвим, они думают, может дурачок нападет, и мы убьем его. Вот сейчас они, они же его видят, поэтому варду и ждут, ждут, байтят, в общем, террор-блейда. Валикс пока не хочет нападать, но абсолютно бесполезный на этот сталкер. Ночь уже кончается, он ничегошеньки вообще не сделал. Спалил сейчас еще, просто побежал. Соло замедлил крипов. А он в них кастует, он, да, их так фармит. Типа отводят, в них кастуют, они стоят. Вот еще преимущество террор-блейда, вот просто спокойно стоит, танкует крипов, просто потому, что у него миллион армора. Ну, хотя тяжело все равно, учитывая, что хп очень мало, и у него остается в итоге там 300. Ну, сейчас уже можно спокойно и под вышкой разбираться с ним. А тут ивд, его нормально лечит, хп-то как раз таки малый, ивд в итоге вылечивает очень здорово. Вот такое суперэффективное, вот как раз таки сочетание, когда, ну, если у героя много хп, но мало армора, его вылечить гораздо сложнее фиксированным количеством. Виверни было бы тяжко, а вот как раз таки ивд хорошо. Тем временем, аркан руна, нападение, здесь же вещдоктор закидывает каски, оракул, пошел хилить, вайпер, бедный вайпер, его избивают минус вайпер. хороший кидает кулдаун, не, нифига не хороший, потому что все уже убежали, но вообще как-то получается здесь убить и никому даже не умереть у Старков. Ну, они в пятером. Другой вопрос, что в пятером, но все равно, я удивлен, вот это Shadow Shaman там, 700 хп-шный, как он тут не умер там. О, неожиданно маг, плавит Валикса. Спасает Валикса, инвокер, но магу все равно тяжко. Маг еще идет. Магу не тяжко, наоборот, но это стал крутяшко, а теперь и магу тяжко, слушайте. Все, и маг умирает. Маг умирает, да. Да, да, и такое бывает. Ну, в общем, неплохо отгородил Шейкер, хорошая вылазка в пятером, но это, я бы сказал, что это классическая такая вылазка, когда в пятером собираются. Пока под шумок все собирались, Terrorblade здесь разрушил тавер и уходит в лес. Нету еще иллюзий, более того, даже последней формы нет, Сандер себе вкачал. Ну, кстати говоря, Сандер, по-моему, Miracle качал очень поздно, и вот они иллюзии пошли. Ну, да, мне кажется, что второго уровня Reflection нафиг не нужен. Берешь первого, уже смысление не увеличивается, там все не увеличивается. Время жизни, да, демидж, демидж пока вообще не играет роли. Время жизни, ну, типа, да, но просто иллюзию пораньше сделать, это важно. С ней ты и фармишь, с ней ты и разведаешь, и пушишь, и вообще, хорошая штука, это иллюзия. Да, пока что Гирокоптер, он гораздо жестче Террор Блейда, потому что он и Террор Блейда, и все его иллюзии за один кулдаун там порежет. Это как какой-то немобильный Фантом Лансер, даже еще более хлипкий для Гирыча. Поэтому здесь очень тяжело будет в лобовых столкновениях. Нужно Террор Блейду фармить, пока не станет толстым. Ну, вот пока что есть барабаны, уже неплохо. Да, но у него с барабанами и аквилы, значит, но в левеле нету тысячи хп, как ты говорил, но с ПТ на силу переключит и будет. Нет, все равно не будет. Все равно не будет. Но это вот как раз да, это классика жанра. Ты смотришь и думаешь, боже мой, где мои хп, ведь Доктор без артов имеет почти столько же. Что за бред? А нет, смотри, тут еще есть, 1016. 1016, ну мало. Маловато, маловато, я согласен, но прирост просто смешной, 1,4 за уровень силы. Зато 3,2 ловкости. Ну да, зато 3,2 ловкости. Вообще, 3,2 ловкости, когда-то это был, после того, как сейчас Мирана 3,3. Ой, у Венги там, там у многих героев добавляли столько, у Дровки большой, у... А нет, у Дровки как раз небольшой. У нее добавляется потом. В один раз, в один момент у Лансера было 4. 4, это вообще... У Рики был очень большой, вот вообще какой-то громадный, сейчас тоже очень маленький стал после этого изменения. Так, ну и тем не менее, Шаман. Кстати говоря, мы где-то пропустили, как Шаман там подкачался, где-то Шаман подкачался, но он в той драке, он получил опыт за пару киллов и не погиб, это самое главное, что он не умер, вот и подкачался. В принципе, 11 минута, 6 левел, нормально. Да, это очень важно, потому что вот Шаман как раз ранний, он позволяет тебе, ну, как бы раз в ультимейт, забирать либо Тавр, либо какого-то героя, если он не... не ошибается. Даже Рошана можно убить, на самом деле, если есть медалька и кто-то поможет, достаточно просто убить Рошана, то есть эти варды, они, да, жесткая штука. Так, ну и Вайпер у нас по-прежнему фармит свою Мекку на миде, инвокер его довольно сильно опережает, инвокер такой, в стиле Миракла, с урной, с нулем, брасером, в Рейсбенде не хватает еще. Опа! А Бэтрайдер с Блинком цепляет тем временем. Да, как-то оказывается, с Блинком, вот шаманчик наш погибает, мол, не пытается раскастовать, раскастовывает, но толку нет. Зато Макс спалил, дайгер. Ну, не самый полезный килл, да, шаман, все-таки, это неплохо, но шаман был с кулдауном, он сидит в таверне, и, в принципе, теперь знают о блинке. Бывает и пострашнее фраги. Все-таки. Можно сделать было пострашнее, попытаться убить Немфи, но Немфи еще убей, пойди, у него 1200 хп, у него будет НВИС, у него есть Торнадо, он очень быстрый. И пошли пушить, а в этот момент готовят контратаку. Ну, здесь четвертый мециморфонерс. Они развернулись на полпути, поняв, что ну нафиг. Да, я вот тоже подумал, как они собираются, а здесь даже форма не подрубается. Ну, пока нет. Там супер засада какая-то. В принципе, Старкам некуда спешить. Нужно по максимуму сплитить, тем более, что возможности есть добить блинк на шейкере и добить БКБ на герачей. Тогда можно будет уже идти в атаку. А БК можно просто поразмениваться вышками. Ну, что они делают? Там волк сгрызает и пёс подавакрити, герокоптер подавакрити. Могли бы идти дальше, на мой взгляд, и нижнюю вышку, и тир-2 на миде, могли через варды сломать, но вместо этого... Ещё один смог. Да, вместо этого ещё один смог, и выезжают наверх, тут Трикси. Трикси, что тут залип на линии, делает ТП, и что? Так, выходит. Блин, кстати, почти готов. Такая немножко авантюрная. Найд Сталкера подцепили, но какой герокоптер! Ой, какой отличный прокат от инбокера, ещё заходит. Ну, сейчас посмотрим, что будет с нашим... А, у него маны нет даже. Он просто лопнул. Ну, понятно. Да, Шейкер в итоге умирает. Не купив блинк, но 2 в 1 пока что размен. Ну, ТБ забрали, могут забрать вайпера. Есть 17 стиков, его начинают захиливать очень жёстко. На развороте минус шадоу шаман моментально связывают также на эмфе, он уходит в инвиз. 3 в 1. Хорошая драка для веги. Ну, естественно, хорошая. Но опять же, непонятно, Старки делают неправильное решение, они... Шейкеру осталось там ну, сотку до блинка, может, 200, сейчас ему опять 500. Вот-вот. Они могли просто разменять Тир-2 на Тир-2, и Шейкер бы ещё и мог подпушить внизу вышку, и вроде всё было бы отлично. И по левелу они бы опережали, естественно, за счёт того, что они разделённо фармили, а вега находились пятером. Но вместо этого они решили проиграть Дираку. Так, ну и что? У нас Террорблейд возвращается. Очень такой слабенький сталкер без артов, конечно. Совсем ему тяжело. Просто башмак. Купи хоть ПТ-ку себе, или Фейзы, или что-нибудь купи. Ну, что-то надо определённо. Сейчас посмотрим. Может, дурну какую-нибудь уже бы купил. Шейкер дофармливает блинк. Знают, где находится кто-то? Инвокер спалился по катапульте. Ну, Пурно уже есть у Инвокера, наверное, второй не надо покупать всё-таки, поэтому... Ну, что-то, что-то надо. Может, Аганим сразу пойдёт? Ну да, это тоже возможно. Сейчас поинт бустер взять всё. Не-не, что-то понакупил, понакупил. ПТ-ха. ПТ-шечка. ПТ-ха норм. Так, ну и Вайпер с Мекой готов. Мека, конечно, хорошо с Оракуум сочетается, заходит на мид, с Иллюзией, Террор Блэйда, 100 урона у ТБ, даже без всяких своих бонусов, а под Метаморфозу у него будет, ну, там почти 200 демеджа. Ну да, 800 урона плюс даёт Метаморфоза. Иллюзия бьёт и без Метаморфоза уже второго уровня получается по сколько? По 40 примерно. Ну, по 40. По 40, да. Ну, неплохо так, на самом деле. Сильно. У Террор Блэйда одни из самых сильных иллюзий вообще в игре. Они все и бесконечные. 60 процентов. В смысле бесконечные. Ну, как бы ты всегда перезываешь, если Нага Сирена вызвала, их убьёшь, там, кулдаун, то здесь он их просто по кулдауну вызывает, и вызывает, и вызывает, и вызывает. Ну, 16 секунд, да, есть. Тем временем подцепили у нас Шадоу Шамана, размен на Вич Доктора. Вич Доктора кидают, хилят, банкой сбивают, сбивают ТП, Вич Доктор лопается. Ложное обещание того, что ты будешь жить. Дал Соло. Соло обманул, получается. Обманул, да. Ну, Тимейт, кстати говоря, потратил, кулдаун теперь идёт, это может быть неприятно. Ракетка пошла. Насаживают на ракету. Просто у нас Пашу, надо бы её сломать, наверное, ракету-то. Ломают. Там иллюзия фееричная. Успела закоцать. Так, тут же иллюзия дерётся с инвокером. Ну, пока инвокер терпит иллюзию. Кстати, Шадоу Шаман, он был 6 уровня на 10-й минуте, а он и сейчас с 6-го уровня. Да, он подпросел немного, но змейки у него есть, надо только поставить эти змейки. Так, что у нас с Утрикси? Появляется Блинк. Кстати говоря, 9-й левел Блинк на 17-й минуте. Не лучший шейкер из тех, что были, но с 0-3 в принципе главный запак у него есть и к 11-му он движется. Ну, в порядке всё. Я бы сказал. Да. Тут самое бесполезное, наверное, у товарищей Старков это мистер Найт Сталкер. Он вообще непонятно зачем присутствует в этой игре. Пока ничего не делает. Овощ. Да, может быть, дело дойдёт до Аганима и тогда Рошана идут забирать. Вот как раз-таки за счёт вардов очень много они урона делают. Успеют Ливега и взявят смог. С ними нет, кстати говоря, Терроблейда и он не будет там, потому что у него кулдаун ТП. Ну, фиг его знает. И так затащим. И так затащим. Ну, возможно. Но кого-то убить можно одного, возможно, не знаю. Такое ощущение, что они не в курсе были. Так, 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 пошло Торнадо, Баночка, Шейкер, Стан по двоим. Каски будут или нет? Будут, но Гирыч кастует. Гирыча выталкивает. Он с ДД, он сейчас просто может похоронить этого несчастного Оракула. Оракула входит в инвиз, Шейкер, психанул, прыгает, станет двоих, вверху ТБ практически спушил вышку. Сейчас это все отобьют. Хороший выход. Два героя, Рошан, Аегис. Вот так вот не очень внятная игра Старков в начале обращается в то, что сейчас у них все довольно-таки неплохо. Фейлс Промейс больше инвиза не дает, на самом деле. Это, наверное, даже не в этом патче сделали, а еще в прошлом. Или в позапрошлом. В каком-то патче, в общем, это делали. Да? Я сказал, что дает, да? Ну, я думал, Тут искал уходит в инвиз. Да. Я искренне думал, что дает. Ну, какое-то время уже не дает. Но это не суть важно. В самом деле, инвиз там не инвиз. Пофигу. Главное, что все равно... Не, ну вообще, то, что он не дает инвиза, это важная штука, потому что вынуждал этот герой просто носить дасты, а теперь нет. Это важно. Полегче против него играть. Там могло и в какой-то момент не оказаться вижена. Слишком много давал. Постоянно могло не оказаться вижена, потому что ну, как бы нету инвизора вроде у веги. И как бы не хочется таскать дасты просто из-за чертовы оракова. Но приходилось бы. Ну, а сейчас этого не нужно делать. Ну, слушай, хорошо все, у старков как-то они приподнялись после этого Рошана и как-то так вышло, что дошли до тавера, когда кулдаун вардов вот только-только отошел и опять они ломают что-то с этими вардами. Ну, шаман хороший. Соло ли не знать о том, как хорош шаман. Так, цепляют герыча, но у него-то аегис. И все это под вардами. А надо ли вам такое? Герыч раскастовывается. Пошла палка Вич-Доктора. Палка хорошая, но фиссура. Вовремя аегис сбивают, шаман ворвался, все раскастовал, умер. Заходят ТБ, змейки все еще стоят. И как же хорошо они стоят. Они здесь просто как вышка отрабатывают. Ну да. Ну и в итоге все-таки шаман от этого забрали, аегис сбили. Ну, потратили всякие скиллы типа ультимейта Бэтрайдера. Да, ультаршейкера не было и драка такая себе должна была быть. Но в итоге отдали только одного шамана и аегис. В принципе, можно сказать, что вега выбрали более-менее момент, но если сейчас пойдут и как-то реализуют то, что нету определенных ультимейтов у них в Старке, например, пойдут там еще куда-нибудь. Ну, правда, им же долго шамана ждать. Наверное, никуда они не пойдут, поэтому все более-менее для веги. Аегис выберем. Ну, а самом деле этот аегис скоро сам бы и выпал. Ну, две минутки еще можно было побегать с ним. Ну да. Тиррорблейд тем временем Яша у него есть. Будет ли это с Энджин Яша или Манта все-таки? Поглядим. Как бы, наверное, Манта все-таки. Ну, Манта смотрится хорошо, с иллюзиями, но ох уж эти Сэнджин Яшники, которые покупают Сэнджин Яшу во всех случаях практически. Ну, вроде как хочется укрепиться против Гирокоптера, Сэнджин Яша даст чуть больше, чем Манта, но Манта тоже дает нормально. Он купил себе Ультимейт Орб. Ну, да, но это дефолтный билд на Найт Сталкера на Тиррорблейде. Дальше по идее Скади должно быть вроде бы как. Скади, сейчас берет Скади, а потом соберет Сэнджин Яшу. Боже. Нет. не это. Кошмар доснится каждый день. Ну, да, Сэнджин Яшу вместе со Скади это тоже рабочая комбинация. Хорошее замедление может быть. Кстати говоря, в Вуге тоже купил Сэнджин Яшу вместо БКБ. Вот. Но хочет БКБ купить дальше. Угреклаб уже имеет. Так, соул у нас возвращается. Ну что, с ночью Найт Сталкера, кстати говоря, от Батрайдера тяжко будет прыгать. Тяжко. Так, еще что за в соу? Кто-то авк. Ночь Найт Сталкера с Аганимом. Но да, Аганима там еще очень долго. Ну он уже, смотри, у него вообще ничего не было, мы смотрели. А тут у него уже ПТшка этот шарик и 300 монет. Как-то он так припринимается. И он далеко не последний в списке. В списке, в чарте. В чарте. Есть люди и похуже. Например, Шадо Шаман. Он совсем плох. Ну и да, Вич Доктор совсем бомжует. Вообще ничего нету. Брасер до Транквилла имеет. Так. Ну, тяжко сейчас немножко фармить. Веги, они оставляют все этому террорблейду ненасытному. Он, конечно, очень много фармливает. Он побежал. Кстати, вот эти вот следы огненные, их же видно сейчас? Или уже убрали эту штуку? По-моему, их видно. Не-е-е. Не должен. Да они только в Аркане есть, слышите, следы. Скупил в Аркану и палишься, как лошара или что? Ну, я помню, что в какой-то момент их точно было видно. Да, это было видно в первом в Варкрафте вообще. Там палили тактирую блейда. И во второй было? Да не было. Ну, блин, это глупо. Ты был уверен, что линза не работает на итемах? Ну, да, я... Блин, я не знаю, как можно сделать так, чтобы линза заработала на итемах. Это реальный бред. Там вообще написано «Spell Damage» ой, «Spell Ranch», а не «Ranch of Everything». Ну, да. Кстати говоря, почему здесь никто не купил линзу? Что за игра? У него, кстати, вообще Аркана нет, по-моему. У него нет Аркана? Да. Ты понимаешь? Да сколько все. Погоди. Да есть у него Аркана. Просто она не нарисована. Да отвечаю. Слушайте. Ну, а как ТБ... Ну, мне кажется, ТБ не так выглядит без Арканы. Или так? Да вроде так. Я просто мирокласс. А как он в Аркане выглядит? В Аркане у него там типа вместо лица одна вообще дверь большая. Дверь? Короче, следы не должно быть видно. Это как-то слишком тупо. Слишком долгий след. Так, вот у Иллюзии видно след. Смотри. У него нет, а у Иллюзии да. Кстати, вот Иллюзии похожи. Но нет, все равно не Аркана. Да все, сейчас мы все проверим. Сейчас я проверю. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас скажу. Вообще, если включить вижен, который есть у Старков, как будто бы видно след. Ну ладно, не знаю, короче, пофигу на след. След не важно. Ну, во всяком случае, пока. Ну, так. Тут гирокоптер пошел. Батрайдер пошел в другую сторону. Там никого нет. Гирокоптер нашел вайпера. И пошла битва. В этот момент ТБ выходит в Шейкера. Шейкера бедного цепляют. Начинают бить. Поднимают в воздух. Шейкер раскастовался. Не раскастовался. Не раскастовался. Бедный Террор Блейд. Да, Шейкер забайтил, как царь. В итоге, Вич Доктор где-то вообще в спину врагам вышел. Раскастовал свою палку. Но его забирают. Гирокоптер должен минусовать вайпера. Переключаются на вайпера. Вич Доктор порадовался, но недолго. Потому что за ним тоже выехали. Остается Бэтрайдер. За Бэтрайдером бежит Найт Сталкер. Он дает бомбочку. Бэтрайдер скрывается в лесах. Блинкуется. Уходит. Всех обманул. Никто не может подумать. Но хитрые финны знают все потаенные улочки лесов и забирают. Да, Баликс увидел его просто. Потому что у него большой Найт Вижен. Ну да, скорее всего так и было. Все потаенные... Все равно они знают, я согласен, все потаенные улочки лесов или как ты там сказал. Все потаенные улочки лесов. Понял, понял. Ну в итоге напали вроде бы на Шейкера. Вич Доктор вышел в спину, поставил палку и не мог никто сбить. Но такая простая вещь, как ЕМП, которая выжгла ману Террор Блейду, она решила здесь все. Для Террор Блейд просто кусок пока в этой игре. То есть вот та самая ситуация, о которой я говорил. Хочется... То есть не хочется очень покупать БКБ, потому что вроде как не БКБшный герой. Но как-то без БКБ он уж очень тяжко. Вот был бы БКБ у него, наверное, он бы не страдал так. Прожимал бы БКБ от ЕМП, потом мог бы там еще свапнуться ХП. Может быть ему нужно манго носить? Блин, кроме шуток, представляешь себе? У тебя как бы нет маны, тут ты манго жрешь. Ну да, это было бы интересно на самом деле. Или Сол Ринг покупать. Не знаю. Но пока вот он уже 2 драки, как минимум, которые я помню, попадал под ЕМП, у него оставалось 0 маны, и он не мог просто свапнуться жизнями. А если бы он свапнулся, то возможно драку бы получше отыграли. Да вообще ему не стоит, конечно круто, то что он зашел в Шейкера, это большая радость, но ему не стоит заходить как-то первым. Нужно, чтобы он бил издалека, чтобы до него нельзя было добраться, что-то такое. Потому что вы же набрали, вы же набрали Вайпера, Бэтрайдера, не просто так. Ну подожди, может ты просто так, откуда ты знаешь, ты же няня. Ну да, ну... Смог хороший юзайца, потому что Шейкер достался, эх, ослам! И вот он, Йолу Бэгганса, пытаются тут пробить, надо спасать Шейкера, ставится Дэзвард, отличный Дэзвард, и под БКБ Вайпер пошел расстреливать всю бригаду, и вот он, вот он, Террор Блейд, как же он наваливает, когда его не убивают. Он просто убил всех. Да, вместе с Вич Доктором здорово, Шейкер хорошую фиссуру ставит, его замедляют. Шейкер, поворот не туда. Оп! Офигеть. Полетел. Как же он, фурстафнулся наверх. Здорово сыграли здесь. Ну и размен получился в итоге в 2 в 2. По-моему, Вич Доктор сделает просто нереальные вещи. 1100 урона, Вайпер только нанес больше. Ну и 1400 нанес Террор Блейд, который пришел в самом конце в эту драку и сделал просто пару тыч. Да, ну вот пошли забрать Рошана. Террор Блейд стоит так, что не может бить Рошана. Вот сейчас бьет Рошана. Но тут долго будут забирать. Сейчас у тебя кончится еще и форма. Он начнет намного меньше дамаган наносить. Да, тяжко. Ну и что? Могут спалить эту бригаду сейчас. Пошел, пошел Савух. Савух все палит. Палит, палит, да, и что тут? Шейкер. Шейкер сейчас уплывет, я как чую. Это дефолтный Трикси. Поехали, брата. Трикси в Рошпите. Дело сделано. Что дальше? Тотемчик. Так он мог бы отсюда давно форстафнулся. Опа, вперед. Вперед ногами форстафнулся с Рошпита. Да, но Трикси. Дефолтный Трикси, действительно. Это дефолтный Трикси. Никто из команды даже не хотел найти врагов Бэтрайдера. Зачем он подходил? Что он хотел сделать? Ну-ка я сейчас, говорит, посмотрю. Вот эти вот глаза, ты видишь глаза Бэтрайдера, когда там за секунду до того, как его хватает, он видит с Санстрайком, что там все, и там Файрфлай Бэтрайдера внезапно юзается. Точнее, он был уже заюзан, и Бэтрайдер, значит, уже где-то на пути к тебе. Во, кстати, Оракл плюс Вайпер неплохая штука, потому что Вайпер Коррозив Скин дает магическую неуязвимость какую-никакую, и тут Оракл его может подлечивать очень неплохо. Получается, Вайпер получает где-то там в районе 200 урона, а лечит он 400. Вот так. Да, хорошо, хорошо. А под Глиммером если... Вот, кстати говоря, Соло классную штуку купил, Глиммер. Глиммер и пошел. Вот, это вообще топово, да, за Глиммер, за время действия Глиммера успеваешь два раза накинуть хилку, притом герой получает, ну, ХП по 100, наверное, у него отнимается, а Реген там вырубается такое, что ой-ой-ой. Ну, 800 ХП хилится, то есть 200, 800, 600, 500, 500, 600, 700, 800, Так, ну, что тут происходит? Герокоптер-то все равно топ-1 по Нетворцу и очень уверенно его занимает, и когда Герокоптер занимает топ-1 по Нетворцу уверенно, это всегда опасно, потому что и по игре он идет с таким отрывом хорошим, вот у него уже МКБ почти на борту. Так, подцепили тут Бэтрайдер, он делает телепорт, ну, как подцепили, торнадо в него попало, просто шальная, линка у Инвокера, агоним у Найтсталкера, вот уже, и теперь Бэтрайдеру будет сложнее цеплять этого парня, еще и гем, вот это... где он его купил, слушай, миллиардер? Люди подсказывают, что видно следы Террорблейда, видно, Террорблейд в палец, короче, вот зачем ему это сделали? А, или это может специально, чтобы запутать? Ну, типа как фишку сохранили какую-то, я не знаю, я просто помню, что мы с кем-то это обсуждали, вроде как пришли к выводу, что нет, а потом была драка, где вообще Террорблейд круто спрятался, но его спалили по следам, это было прям видно, что прям... Надо, чтобы все герои оставляли следы, и чтобы был следопыт, давайте типа знаешь... Какие следы вертолет должен? Полосы на небе? Нет, вертолету масло, типа, выливает. Масло. Героя следопыта, нужно добавить, который будет нажимать на иконку сверху, и будет показываться, где герой был последний там, ну, не знаю, 30 секунд, где он ходил. Или вот так вот берешь крипа за собой, и с каким-нибудь хвостом, и он заметает следы, да? Как вот сейчас герокоптер. Это детектив, дота-детектив. Есть дота-репортеры, дота-детектив. Сверху вышку пришли пушить, тут что-то вообще... Ну и снизу пришли, я бы на месте шаману составил бы варды, чтобы ускорить процесс. Да, жадничать, но вставят, в итоге, когда вышку уже почти упал. Жадничать не надо, не надо жадничать, потому что сверху люди дальше возможно пойдут даже. Да, люди пошли. Шейкер говорит, не пойдут. Ага, но... Всем пофигу, все все равно. Да, все через ограждение. Купил себе БКБ, он понял, что без него нельзя. 550 дальность атаки в форме, копье бы, кстати, не помешало. Так, пошла манта, заходит супер иллюзии, 200 урона, бетрайдер увозит Гирыча, ему дают линку, ничего не скастовать, сбивают линку, пошел Гирыч резать, кастуй! Не кастует Гирыч. Он же вообще ничего не сделал, ни одного удара даже не сделал, он испугался и полетел. Поздно было впугаться-то уже, ты уже... Да, нужно было, конечно, по максимуму давать демиджи, может быть и получилось бы на Рузвороте, как говорится, что-то сделать. Ой, какие-то что-то мутят, опасность здесь. В БКБ, замедление, и в БКБ огромный террорблейд, высотой из две вышки, поставленные друг на друга. Блин, правда, демон какой-то, слушай, страшно играть даже становится. Ну и все, бараки упали. Не хватает Бладласта на него еще, чтобы он был еще чуть больше. Шейкер пытается кого-то зацепить, Шейкер, кстати, тоже ничего не кастанул. Ну, супер дешевая дача бараков, очень как-то легко выцепили гирокоптера. Инвокер дал линку сразу после лассо. Ее там чем-то сбили потом еще, чтобы спокойно его работать. Ну, Гирыч, да, странно бояться, когда тебя уже утащили в пятерых. Уже, в принципе, можно не бояться. Хуже-то уже, что, не будет? Ну да, хуже уже не будет. И тут бац, бац. Ну, действительно, если он пытался, думал, что она тут сможет улететь, то это абсурдное какое-то дело. А если... Ну, а что он хотел? Если бы он дал хотя бы несколько ударов с флэка, кулдаун, может быть, получилось бы кого-то запахнуть. Кулдаун, кулдаун. Где? Почему не дал? Так он и флэк не дал ни одного удара. Он его включил и не дал ни одного удара. Он нажал еще бараш и полетел просто куда-то вперед. Типа этот... Черный ясный терпит крушение. Черный ясный терпит крушение. Да, пробаражировать кого-то там собрался. Ну что, и в итоге вегу у нас доставали 5000, не так, чтобы много, и сейчас даже они не сильно опережают, но они бараки снесли. И Террор Блейд со своим вот этим грамотным айтем билдом через БКБ, он реально страшный. И не только внешне, но и просто страшный. Со Скади там он будет замедлять. Здесь убить Немфи, но Немфи давай ты тут без вот этих вот. Так, кулдаун спасает Немфи. Но в итоге получается, что мейнкерри команды спасает своего инвокера от непонятных инициатив. Вот что получается. Надо бы фармить, наверное, сейчас Вуги. Хотя, как ни странно, он все равно топ один по Немфи и все равно очень неплохо обгоняет всех. Что творит Шейкер? Что он творит? Тут нападение на... очень странное нападение. Санстрайк в итоге встревает вместо Шейкера Найт Сталкер с Гемом. Вот это игра. Вот это поплава сейчас была от финнов. Это Трикси! Она говорит, я убивать. И пошел. Ну, изначально Найт Сталкер напал, потом Трикси еще дальше пошел глубже. Ну да, странное сыграли. В итоге Гем отдали. Ну и сейчас у них вообще все плохо. Я не знаю, как они будут дальше сейчас отбиваться. Тут Вич Доктор купил Аганим, которого не было. Тут Вайпер с Кирасой БКБ. Террор Блейд с БКБ дофармливает себе уже там Скади. У него не так долго осталось. На самом деле с такими артами у него скорость фарма там просто запредельная. Он вон линию пушит одной иллюзией своей. Она там просто посмотрите, когда она крипов режет. Он что-то стесняется иллюзии еще вызвать, чтобы лесок почистить. Он контролит ту. И без того неплохо получается. Добил все. Ну и линия пропушивается и так, тут большие крипы, поэтому все время кто-то стягивается на базу, скоро Роша, заберут Аегис и вперед из песни. Пойдут убивать. Да, еще и Оракул, который наказывает. Оракул наказывает. Ну, он, кстати, неплохо раскидывает свои штуки с пылы. Так вот смотришь, и он там комбинирует второй-третий здорово, с Глимером сочетает лечение ульты. Первой, правда, практически не видно, но там такая ситуация, что первый особо и не нужен. Но ты обрати внимание, у него статы 2-1-1-1, то есть главный здесь показатель то, что он не умирает почти в драках. В общем, не умирает и ассистов особо не зарабатывает, хотя как бы килл и есть. То есть он просто стоит и сейвит своих, грамотная игра, не лезет на рожон, потому что видели мы уже этих араков, которые подставляются под все подряд. Хотя вот сейчас пошел в атаку. Хотя нет, просто он вард пошел поставить. Поставил вардик, снесли, ну и что? Надо как бы разворачиваться. ТП есть, есть, ТП есть, ТП у Гирыча есть, и ТП у инвокера, но по-любому будет. Все, пошли. В этот момент поймали Найт Сталкера, который забежал на горочку. Его как раз таки ловят, Бэтрайдер готов кастовать Алла. Со уже было, но Найт Сталкер выживает, это, кстати говоря, неплохо. Можно попытаться пободаться сейчас. Там Вайпер, смотри, что сделал справа, пока здесь была что ты делаешь, бешеный? Вот это фарм крипов, говорит Трикси. И фармит всех крипов. Вайперу сносит где-то треть этим ультимейтом. Вич Доктор тем временем расправляется со Сталкером, Вайпер забирает Шейкера, Шейкер байбэк, Гирыч убивает Оракула, ставится Десвард, и он просто испепеляет. А где Гирокоптер умер? Да тут вот он умер. А, его же заплевал Вайпер. Ну его Вайпер тут забил, Вайперу вообще пофигу. Вот Вайпер плюс Оракл, я понял, это одна из комбинаций очень жестких в игре. Причем даже без Глимера он на него кидает эту шнягу. Да, он его пробивает на 200 хп, а реген включается плюс 40. Этого Вайпер просто не пробить. Он под двумя такими бафами стоит с регеном, как алхимик. Вайпер с регеном, как алхимик, как тебе? Потом получает Вайпер ультимейт. Ой, как тут больно-то! Ну что-то всех порезал Паша, потому что у него очень много урона и скорость атаки. Он режет ворды, и ставит Сайс Волл, инвокер уходит в ГГВП. 1-0. Уже все. Неплохо сыграно, хочется сказать. Веге, в свою очередь, Старки, ну да, они, конечно, сами себе все здесь придумали. Все проблемы. У них была шикарная ситуация, потом пара неудачных драк, потом вот эта отдача Барак, ну и финальная драка это просто... Что сделал Трикси? Это ульт. Но он, видимо, думал, что там так много крипов, что Вайпера просто порвет. Ну это же Вайпер. У Вайпер в БКБ, а сзади него стоит Оракл. У него еще Мека, Кираса. Это как... Что? Ты знаешь, у нас с Смайлом для Трикси была подпольная кличка в свое время. Мы назвали его Булка. Булка, ну да. Я помню эти игры, где там Трикси летит на Бэтрайдере сейчас во Фнатик в начале игры на первом левеле, кого-то не добивает. Но в итоге вот ты никогда не знаешь, чем это выльется. Это он нафейлит или соперник за ним погонится и умрет. Ведь все там умрут. На самом деле это какой-то плейстайл. Ну конечно, агент 1-7-7. Уровень вырос игры. Ты знаешь, с тех пор, когда он так делал, сейчас, как правило, за подобное наказывают. И никто не умирает уже. А ты умираешь. Ну результаты Старков об этом нам говорят. 1-0. Вега впереди. Старки цепляются еще за то, чтобы остаться в живых. ВП сегодня тоже начали с поражения, но 2-1 выиграли. Ну и через несколько минут мы ворвемся на вторую игру. А пока что уходим на небольшой перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok